Ты меня никогда не прогонишь Я сама удивляюсь вообще этому процессу Как это все появляется Неинтересно то, что уже все делают И то, что уже умеешь делать Это неинтересно Весь этот процесс, конечно же Это такое медитативное Просто очень радовалась Какой красивый получился маг Наша героиня по образованию экономист Но сердце молодой женщины Манит к другой род деятельности Наталья создает удивительные вещи Своими руками Это и декоративные элементы интерьера Например, декупаж Способный даже самым безликим предметам быта Придать индивидуальность и стиль Или вот, например, милые сердечки Медведи для детей в стиле Тедди Совершенно очаровательные зайцы И другие трогательные и уютные игрушки А вот Даша Представляет нам свою очередную работу Наталья Даша не так стара, как кажется Просто она изготовлена В стиле чердачной куклы Она тонируется кофем, корицей Такой смесью Она потом запекается в духовке Суть в том, что вот как будто Эта бабушка пошила эту куклу Когда-то давно И вот ее достали из чердака И вот она вот такая, да Как бы старенькая И она пахнет кофе Очень долго держится этот запах Из-за того, что она запекается в духовке Ну, сушится, да Вот так вот запекается прямо А в середине там что есть? В середине синтепон Их можно набивать либо синтепоном Либо шерстью Либо какими-то остатками Опилками Вот медведи набивают опилками Для утяжеления Ну, там разные наполнители Но это именно набито синтепоном Потом я рисовала ей глаза Ну, вот такая вот родилась Ее Даша зовут Сразу как-то имя приходит Вот что она Даша Неинтересно то, что уже все делают И то, что уже умеешь делать Это неинтересно Вот Интересно что-то новое попробовать Поэтому я и вышивала вначале И декупажем занялась Как все женщины, которые сидят дома Им нужно как-то отвлечься от домашних забот Смена рода деятельности Да, как-то расслабиться Как-то может даже где-то реализоваться В чем-то в таком творчестве Сразу, когда появляется какая-то идея Интересно, как это сделать Как это сделано Реально ли я смогу ли вообще это сделать Опять же, когда видишь какой-то мастер-класс Хочется сразу попробовать И когда уже в процессе делаешь Видишь, что это да, получается Ты понимаешь, что это можно кому-то подарить Вот это для меня очень большой стимул Что-то делать Вещь какую-то, которую можно подарить кому-то Вот И так вот рождаются идеи Последняя любовь мастерицы Это изделия из шерсти Теплом и уютом веет От этих разноцветных шерстяных прядей А умелые и старательные руки на талии Придают этим пушистым комочкам И форму, и жизнь Довольно-таки сложный, необычный способ делать какие-то красивые вещи Мне кажется, тяжело для реализации цветные Найти цветную шерсть Разную Вот откуда она Да, это очень интересный вид творчества Такой, на первый взгляд, очень сложный Многие спрашивают, ну как же это Но на самом деле очень простой Вот если так уже разобраться Да, давно я заинтересовалась этим Вначале как-то по телевизору что-то увидела Потом мне подруга подарила вот такие Она в Германии живет Такие вот из шерсти Во-первых, они очень приятные на ощупь Когда берешь это мягкое, теплое, оно натуральное Очень приятное на ощупь И заинтересовалась я вот И начала искать эту шерсть Где же ее взять Но у нас ее как-то нигде не было купить В интернете не было Ну а потом она постепенно начала уже появляться И в Ужарде можно уже стала ее купить Там какие-то некоторые цвета Ну а теперь уже цветовая гамма Очень разнообразные цвета Можно найти разных оттенков Абсолютно вот даже вот мята может быть светлее На тон темнее То есть можно очень использовать цвета Вот даже в картинах То есть где цветовые оттенки такие разнообразные Наталья с удовольствием согласилась рассказать И показать русскому времени Один из видов валяния А именно сухой Опробовать на себе Как за 10-15 минут Бесформенные комочки При помощи специальных иголок Обычные губки И пары рук Обретут новый образ Решила я Из чего вот начинается работа с шерстью Для того, чтобы сделать именно украшение Ну я, например, и все валяльщицы начинают бусину Бусину, чтобы сделать Чтобы понять вообще, как валять Нужно сделать бусину Всегда уже станет понятнее Как сваливается шерсть Есть два метода валяния Это сухое валяние и мокрое валяние Ну это если так по-простому Не углубляться Сухое валяние заключается В спутывании этих волокон шерстяных Специальной иголочкой Они есть разной толщины Используются для начального валяния А потом для уже окончательной Как бы шлифовки изделия На них вот здесь есть специальные Такие зазубринки Которые эти волокна и перепутывают Между собой Вот, например, вот эти цветы Это сухое валяние Вот это тоже, это заготовка Сухое валяние Бусину тоже я вначале Как бы спутываю иголочкой Потом приступаю уже мокрым методом Тут используется горячая вода Мыло, то есть щелочь И усилие Либо трение, либо усилие Вот смачиваются изделия Горячей мыльной водой Сначала аккуратненько Чтобы волокна не разваливались Начинают вот так вот Придавливать немножко А потом она уже чувствуется Вот волокна между собой Из-за горячей воды и щелочи Чешуйки волокон Как бы раскрываются И потом закрываются И переплетаются из-за этого между собой И получается вот такое вот Сваливание Как кофту шерстяную Если в горячей воде постирать То она сядет Это то же самое Вот И потом она усаживается Делается плотная Но в то же время мягкая Плотная, мягкая и упругая И вот это получается Правильный Долгоноский Войлок Потому что можно по-разному свалять Можно так свалять Что у меня тоже были Такие изделия Которые Ну на первом этапе Ты еще не знаешь Сколько нужно Как долго нужно Валять Сколько Ну пишут в интернете Там Час Или там Ну довалять до готовности Изделия Но ты еще не знаешь Когда оно будет готово И уже с опытом Понимаешь Что оно должен быть Плотное Чтобы оно потом В процессе носки Не развалилось Но это процесс длительный Допустим Вот если это тапочки То это длительный процесс Такой Очень медитативный Попробуем Да Попробуем Сделать Вот лепесток У меня Здесь приготовлен Заготовка Это такой цветок Вот Я уже сделала Пару лепестков И мы сделаем Еще один лепесток И в центр Бусинку И потом их соединим Вот Он такой Даже может быть В виде сердечка В процессе работы Наталья посвящала нас В тонкости мастерства А также поведала Об особенностях Этого ремесла И специфике материала Используется еще Кроме шерстяных волокон В фелтинге Вообще этот вид Тотворчество Называется фелтинг Как даваление шерсти Да Фелтинг Используется волокна Вот это например Лен Он сам Сам по себе Он не валяется Но он может Приваляться к шерсти И шелк И вообще Очень Это шелк Это натуральный шелк Потому что Используется еще Есть такой вид Как Ну на фелтинг Я не делаю Потому что он занимает Много времени Очень И много Места Нужно для этого Когда приваливается К шелковым платкам Шерсть И вот Получаются Такие как Шерстяно-шелковые Палантины Очень интересные Валяние из шерсти Или как его еще называют Фелтинг От английского Фелт Войлок Это особая техника рукоделия В процессе которой Из шерсти для валяния Создается рисунок На ткани Или войлоке Объемные игрушки Панно Декоративные элементы Предметы одежды Или аксессуары Теперь выкладываем Вот так Стараемся равномерно Выложить Таким плоским слоем Вот Формируем Как бы сверху Вот Что Вот он Как будет Как лепесток Приблизительно У нас Сплющить его надо Берем иголку Это Это мы сейчас Делаем сухое Валяние Сухое, да Здесь Мочить мы не будем Хотя потом Этот лепесток Можно намочить Помылить Он тогда уплотнится Он станет Более Такой Плотный Вон я сделаю Какой-то Другой Лепесток Его нужно Все равно Чтобы он был Плоский Вот эту иголку И вот так Осторожно Пальцем Потому что Это очень Острое И очень больно То есть оно Как будто Просто прибивается К этому Да Оно Да Прибивается Потом Его нужно Вот так Вот Это Когда вы Полностью Попробивает Полностью Пару таких Движений И нужно Его уже Что Глядя на Ложкие движения Натальи Я решила Не внедрять Свой шерстяной Лепесток В ее Будущее Изделие Так как понимала, за почерком набитой руки мастерицы мне за первой попыткой не угнаться. Потому свой клочок пушистого материала пришлось превращать в нечто пока непонятное, но отдельное и независимое. Я скажу, что мне процесс нравится. Этот процесс нравится всем, я проводила пару мастер-классов, и бывает девочки ко мне, подружки приходят. Этот процесс всем нравится. Детям я не даю это делать, именно иголкой, потому что они поранятся, а вот такое как бусинки делать, либо вот какой-то вот такой вот цветок выкладывать, что-то делать. А это тоже сухое? Это мокро. Это мокро. Это они с удовольствием делают, там, в воде они потом плещутся. У меня сын, если вот идет на день рождения к девочке, мы иногда, если есть у нас вдохновение, мы делаем девочке бусы. А как, в общем, как носятся все эти вот украшения, бусики? Очень хорошо носятся. Вот эти вот, например, мои бусы. Я их летом регулярно ношу, они абсолютно. То есть хорошо сваленный волок, он даже не катается. Пока я осваивала при мудрости техники сухого валяния шерсти, Наталья продолжала знакомить со своими работами. А вот еще одна обитательница дома, созданная мастерицей. Зовут изящную длинноногую модницу Кристина. Эта кукла изготовлена в стиле Тильда, который очень популярен в Европе. Оказывается, для того, чтобы нарядить такую барышню самостоятельно, вплоть до создания материала, необходимо приложить немало усилий. Но поверьте, результат того стоит. Взгляните только на кукольное пальтишко, войлок для которого Наталья тоже сделала своими руками. Получилось очень мягкое и очень плотное. Да, мягкое, плотное, но в то же время мягкое. И мастерицы делают пальто, пиджаки, шьют из этих тканей. Но это очень трудоемкий процесс и очень нужно много места, наверное, в мастерскую. Есть приспособления, которые убыстряют и упрощают работу. Например, вот всякие такие подручные средства. Но это для мокрого валения? Это для мокрого. Да, для мокрого. Потому что вот войлок вот этот, это же как я войлок сваляла. Он свален мокрым. Мокрый. Что было особенно приятно, так это то, что все, о чем говорила мастерица, можно было пощупать, потрогать, потискать. А кое-что еще и почувствовать. Так, например, во время съемки меня согревали сваленные героиней вручную теплые шерстяные тапочки. Кстати, красивые авторские тапочки Натальи радуют и согревают не только всех ее домочадцев, но и многочисленных друзей. Ассортимент домашней обуви разнообразен, как сама природа. Но как любой вещь, а к тому же такой тонкой ручной работы требуется особый уход. Тем более, когда роль этого изделия не столько эстетическая, сколько практическая. А если еще и использовать ее ежедневно, то вещь может просто прийти в негодность. Но, Наталья, мой миф о неприкосновенности домашних тапок во имя сохранения их первоначального облика благополучно развенчала. Тапок должен носиться не одну зиму. Хорошо сваленный тапок носится отлично. Он даже практически не катается, на нем не образуются катышки. Он не протирается. И шерстинки даже внутрь не пропускают пыль. Я смотрю, что это плотный. Он плотный, на нем такие бугорки, которые очень полезные. Вот они как массаж создают. Поэтому эти тапочки очень комфортно носить на бусу ногу. Ну, естественно, они не парят, потому что это натуральная шерсть. Очень комфортные, очень здоровая вещь такая. Опять же, там внизу подшита кожаная стелька. Я ее вручную подшиваю. Мастерица использует иногда резиновые какие-то подошвы. Оно может быть и долговечнее, конечно. А так все-таки натуральным материалом? Да, как-то у меня желание резиновые подошвы подшивать. Их надо периодически выбивать, чтобы пыль, какие-то крошки, может быть. И потом, в конце сезона, я их стираю мыльной водой, руками, в прохладной воде. Выжимаются в полотенце. Ну, как уфта мы когда-то, да, так их выжимали. И придается форму, даже можно одеть, вот так чем-то постучать. И они принимают свою форму. Если вдруг протерлись, их можно реставрировать. То есть взять шерсть и иголочкой добить. И потом завалять. Даже можно. Так что абсолютно универсальная вещь. Очень, да, они хорошие. Потому что многие спрашивают, ну как же их носить? Их же потом нельзя постирать. Нет, отлично они стираются. Кожаная стелька, конечно, я использую такие крепкие нитки. Пришиваю ее. Но они тоже могут протереться. Но я не думаю, что это проблема. Их можно заменить. Я даже, если своим знакомым кто-то боится постирать. Ну, я беру их и реставрирую потом. По словам героини, от того, кому предстоит носить ту или иную вещь, зависит и цвет, и узор изделия. Тапочки я делаю только на заказ. Или, ну, в основном в подарок. Подругам, родственникам. Или, если у меня кто-то попросит, я могу сделать. Вот. Конкретному человеку я должна знать, что это за человек. Ну, должна его хотя бы раз увидеть. Мне так легче. Мне так приятнее это делать. И поэтому изделие, я так думаю, потом больше радости принесет человеку. Ну, и я должна знать, что человеку, ну, хотя бы догадываться, что человеку это понравится. Вот. Тогда легче как-то делать. И я надеюсь, что человеку от этого в разы приятнее это носить. И оно как-то больше греет. Да, я надеюсь. За непринужденными разговорами о творчестве в самых разнообразных его проявлениях у Натальи вышел пышный цветок, который может служить украшением, например, платья, сделав его более праздничным. Либо, разместившись на ласкане пиджака, придать ему стиль и индивидуальность. А возможно, это станет нарядным украшением, головного убора. Все, что пожелаете. Фантазии, как говорится, предела нет. А вот у меня тем временем вышел скромный и немного мультяшный цветочек. Но для первого раза, по словам мастерицы, очень неплохо. Суть уже ясна. Да, да, да. Как и выложить рисунок, как и бусину сделать, как край обработать. И как сделать цветок. Все, ничего сложного. Вообще весь этот процесс, конечно же, это такое медитативное занятие, которое необходимо каждому человеку. Просто каждый находит в чем-то своем. Кто-то в медитации, кто-то в молитве, кто-то в творчестве. Обязательно что-то у каждого должно быть такое, где он может успокоить свою. Подводя итог нашей программы, можно задаться вопросом, что же такого особенного в этом ремесле? Что заставляет полюбить этот процесс, придание формы, а возможно и жизни, нежным и уютным шерстяным волокнам? Наверное, прежде всего, простота. Любой при желании может освоить это искусство. Но это не все. Ведь что бы вы ни сваляли, шили, слепили или нарисовали, будет уникально и неповторимо. Но главное, как мне кажется, в том, что каждая вещь, созданная своими руками, обретает частицу вашей души. Ведь не зря же, говорят, сделано с душой. А от того, насколько красивым делает мир человек вокруг себя, настолько прекрасен и внутренний мир человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok